всем привет, мы на канале СТЫ и Техтерия Света, а меня зовут Кристина, мы две сестры вместе ведем блог по похудению, немного мы уже похудели, похудеем дальше, девчонки я забыла свою карту, это сбербанка, ездили далеко, там же в центре у нас он сгорел, приходится ездить фиг знает куда так главное ее нашли, даже в ВК выложили, ну все это уже заблокировало, типа группа новостей, знаете, вот это местных, это музыка что-то, не знаю, вот и нашли мою карточку, видимо я ее все-таки выронила, не дома, но она мне уже заблокировалась а вы вот так идешь из кармана, что-то достаешь и раз она вылетела кстати, хорошо, что поменяла, то мне ее все равно надо было в конце года менять, а тут аж до 34 года продлиния, как хорошо да, мы сейчас пойдем в кофе, в кафе попьем кофе, только пока не ходи, у нас новые зрители спрашивают, с кофе а на месте я могу ходить? у нее же вот этот вот, ей надо идти куда-нибудь, это живчик в заду, как его, жучок в заду вот видишь, я все равно пошла, девочки, для меня стоять это пытка, когда я работала на фабрике, у меня стоячее было на одном месте, мне надо было работать пять лет, я не знаю, как я там выстояла, это лжуть ты была поспокойнее раньше а, поспокойнее с годами усугубляется все тревоги а теперь я не могу даже стоять, если кого-то жду, то я хожу и с той стороны стою как белка в колесе скачу, да? как тига клетка как без кукухи в голове девочки, вот, новые зрители, нам спрашивают, сколько нам лет да, я видела, видела, да? мне 42 года, да, на Новый год исполнилось мне 39, 7 апреля будет ровная дата 40 7 апреля будет веселуха веселуха, 40 лет нельзя отмечать, так что не будет веселуха это я так сказала, а я всегда все праздники отмечала ну, конечно, сходим с тобой куда-нибудь там, я не знаю, на каток только есть не будем вы знаете, я уже пришла к тому, что доживит и уже роллы не особо хочется когда смотришь, сколько в них килокалорий я опять смотрела передачу я худею, знаете, вот это всякие на ТНТ там всякие эти и там смотрела по роллы да, там опять подтвердили, что при похудении они очень калорийные задерживают воду и нельзя их съезжать ну, что вы, вот этот соус, который надо макнуть слегка а русские люди в основном да, с другой стороны, что там и плюхает что там рис, рыба, я не понимаю, чему нельзя их есть так надо, блин, усилилась, надо стоп сделать а пойдем вот туда да, я свою заложу вот, смотрите, просто надо есть там один, восемь штучек таких вот это всего одну порцию одну порцию если заказывать, одну порцию ну, у нас же как тоже все заказывают так, чтобы бесплатная была доставка а помнишь? доставка надо восемьдесят пять ну, хотя бы на тысячу, чтобы доставка была бесплатная минимум там тысяча хотя, древочки, у нас по городу доставка восемьдесят сто рублей по сути, чтобы зажрать сто рублей раз ты уже пошел покупать роллы дорогие ну, это отмазка все за доставку а сам просто объесться хочет а сам ты просто подознательно хочет четыре порции места одно съесть а помнишь, мы считали твой контейнер она просто с собой приволокла риса и там в этом контейнере что-то риса вот так вот ложечка там что-то там еще еда какая-то была я говорю, так ну ты посмотри если это в роллы слепить вот то, что у тебя в контейнере там максимум у тебя три-четыре наскриваются ролинки маленькие вот эти в четыре даже не восемь, а три-четыре да-да это ж типа есть только надо у нас, мы в одном коллективе вы работали, девочка ходила в спортзал и она спортивное питание и она именно со всех роллов отложила четыре штучки такие самые вкусные, которые ей захотелось попробовать она съела их только четыре вот таких квадратика а чем она занималась? ты так классно меня всегда слушаешь а я на женщину засмотрелась красивая идет мне понравилась у нее шутка что за ветер в голове? девочки а чем она занималась? она спортом ну как все время в тренажерный зал ходила много лет ну была идеальная фигура просто для себя, да? спортсменка? нет спортсменка в магазине в продуктовом не работает а, ну я ж не знаю вот я и спрашиваю ты же вообще самого сначала значит не слушала меня ты тебя слушаешь двух лет со своих мне уже надоело она каким-то образом отключает мозг когда я разговариваю мы просто даже когда работаем она без конца разговаривает я говорю дай мне чуть-чуть тишины я люблю тишину она ля-ля-ля-ля-ля-ля я же по вашему делу говорю не просто так даже не по вашему когда мы кушаем а-а-а шихихих ну ладно поэтому, иногда у меня автоматом он отдыхает просто перезагружает сама по себе ее, вот этот гембельный вопрос ее постоянно задают ты спортсменка? она говорит нет, я люблю просто чтобы у меня была красивая фигура ну да я люблю, чтобы была здоровая она не пьет не курит занимается, сходит в спортзал И вот она 4 ролинки съела. И у нее идеальная фигура. Идеальная фигура. У женщины там 45 лет она выглядит на 25 лет. Потому что она весит 60 килограммов при росте метр 70. Может надеть лосины и не будет это выглядеть, что она голая идет. Понимаете, в чем дело? Никаких цельвелитов. Она может хоть с коротким топиком надеть. И она может позволить себе в этих лосинах... О-ой-ой-ой. Вот и музыка была. Там колонка прям. Она может себе позволить в этих лосинах пойти и не будут над ней смеяться. Не будут говорить, боже мой, какое безобразие. И вот здесь ее туда было. Какое безобразие. Нет, ну конечно женщины такие скажут, какое безобразие. Это у которых 120 кг. А лосина, ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Которые сами 120-130 кг. Скажут, какой кошмар. Что застык, как можно было так нарядиться. Я, кстати, так никогда в жизни не говорила. Я всегда говорила, какая молодец. Иди с тобой девушка. У меня нету вот этого отрицания и сплетни сразу нас собирать. Ой, какой ужас, зачем так наряжаться? Мне наоборот удивляет, когда мы девочки вот с таким весом. 130 кг. Леопардовый, прозрачный лосиный носик. Или знаете какие? Бежевые. Под цвет кожи. Как будто ты без юбки и без садов. Это вообще самый предел, наверное, чего только возможно. Я такое видела миллион раз. Какие-нибудь ульвежевые или розовенькие такие лосинки. Так ладно, девчата, если вы хоть хорошую до колена одеваете стунечку, чтобы все прикрыто. Вот с таким топом. С топом. С коротким свитшотом. Ладно, не будем эту тему писать. Не, мы просто на себя иногда так оденем. Такие, о-о-о, боже мой. Кристина, убери это. У меня не было ничего такого, чтобы я такое одела. Это я себе одела. Кристина, спасибо. Боже, зачем я это купила? На бежевом очень сильно все видно. Каждую целлюлитину. Я не знаю, на бежевом носилом можно надеть только полностью идеальная. А я розовенький такой костюм спортивный себе купила один раз. Такой красивый, бредненький, бредненький. Классный. У меня под цвет кожи, под цвет волос очень идет. Давайте чуть-чуть отойдем, подрывание там слышно. Под цвет волос и под цвет кожи вообще обалденно. Ну как я его одела и повернулась задом, а там вот эта кофта вот такая, коротенькая. Я говорю, Света, я тебе сейчас кое-что сниму. Дай телефон! И повернись задом. Я не сняла, а потом я говорю, вот, а теперь смотри. Там какой-то тонкий трикотаж был, удивительно, оно как на лосинах было. Охранничество кажется, что здесь снимать, наверное, нельзя. Только снаружи это не его частный вопрос. Но если там спортивная попка, вот как у твоей девушки, которая с переола съела, то там этот костюм был бы идеально сидел на ней. Ну, который, да, человек, который занимается несколько лет, там ни одной целлюлитой нет на ноге. Ага. Ну, я всегда носить нежелательно. Видите, хотя у Светланы-то веса немного лишнего. Ну, я всегда ела сладкие конфеты и пирожки, так что у меня тут куча циролита. Поэтому оттуда все вот эти фотки в Ютубе, в ТикТоке, везде про вот этих сзади женщин, которые лосины надевают с коротким топом с весом 130 килограмм, 150-120 килограмм. Не, это все понятно, что мы все любим лосины, потому что ножички не трут, а все такое. Я всю жизнь лосин нахожу. Девочки, ну вот, смотрите, даже я иду сейчас. Вот, леопардовая туника, которая все прикрывает. Которая, это ужас, прикрывает весь. У меня там такие изъяны на ногах, но все прикрыто, все закрыто. Ну, вообще, у нас не куча других комментариев. Спасибо, что мы пьем. Холодно очень сегодня. А потом я найду комментарии. И музыка везде. Давай. Такой интересный комментарий. Добрый день. Вопрос Кристине. Находясь столько времени в процессе похудения, глаз не запоминает примерную порцию? Или на всякий случай все взвешиваете? Девочки, я все взвешиваю, потому что почему-то глаз очень обманчивый. Примыливается, замыливается. Наши глаза в зеркале нас не видят, на тарелке ничего не видят. Надо брать саму маленькую тарелочку, а мы все равно берем, да побольше, да покрасивее, да поярче тарелку. Я все взвешиваю. Я все взвешиваю, потому что, смотрите, между пятью десятью граммами и семью десятью, например. Очень маленькая разница. Очень. Ты там кусок мяса приблизительно семьдесят, например, грамм съел, написал сорок. Там овощей положил двести пятьдесят грамм, а написал себе двести приблизительно. Везде там пятьдесят грамм, там пятьдесят грамм, там пятьдесят грамм, и ты уже переел. Завтрак, обед, ужин ты везде уже по 100-150 килокалорий переел, и ты в итоге уже не тысячу пятьсот килокалорий наел за день, а две тысячи. Это легко делается, мгновенно и легко. Поэтому взвешивать приходится мне, потому что, особенно знаете что, я перестала теперь семечки и фисташки еще есть. Потому что их надо все, наверное, или очистить и взвешивать семена, или вообще не есть. Потому что семечками ты всегда переживешь калории. Фисташками ты хотя бы можно очищенные семечки купить, очищенные фисташки. Только эту каждую змею надо всегда взвешивать. Каждый, знаете, кто еще чем перебирает? Вот все так, как-то в кашу китайцы. А где есть все? Ну вот прорезь, я вот как я сказала. Вот эти всякие сумки. Вот эти сумки. Люди вот так. Ага. Еще в этих приложениях просто пишут сухопрукты и людей. Давай, может, вниз по нему вниз куда? В пятерочку, что ли? Ну вот хотя бы по этажу может подеть. Я хотела встать где людей нет на третьей. Я уже почти договорила. Ну договаривай, он туда пошел, в конец там людей нет. Так, что я про сухопрукты хотела? Забыла. Приложили. Сухопрукты. Есть просто сухопрукты. Люди не парятся. Они сейчас, что они именно закинули туда в кашу. Потому что все сухопрукты, у них разная калорийность. У кураги, у изюма. И, например, надо еще, что вы добавляете в смесь сухопруктов, там почитать. Потому что смесь сухопруктов есть 350 ккал, а есть 600 ккал. И люди себя, знаете, чем еще обманывают? Они приложение заносят и выбирают себе самую низкокалорийную позицию. Вот еще как мало забирают. И им кажется, я 1200 поел. Они не учитывают масло, которое льют. Не учитывают... Вообще масло не записывают. Я одной подружке говорю, а ты же жалила это на масле. Она говорит, о, я вообще его забыла написать. А там неизвестно, сколько было вообще масла налито. Перед жаркой этого... Тушила она шампиньоны. Она даже это не учитывает. Она мне просто похвасталась. Я вот еще 200 поела сегодня. Я говорю, а ты тушила кабачки. Ты учитывала масло? Почему у тебя в этом не записано? Когда жаришь не кабачки, а баклажаны или капусту. Которую оно впитывает. Там столько масла впитывает. Ну, хоть не ешь вообще. Да. Поэтому я тушу всегда просто на сухой сковородке. Ты кинул на медленный огонь. А оно не подгорает. У меня хорошая идеальная сковородка, которая за полторы тысячи обычно. У меня тоже хорошая сковородка. Вот кинул, на медленный огонь сделал. Выделилась жидкость. Они получились тушить. Видимо, совсем на медленном, видимо. Да. Не жареный вот это вот. Зажарки эти. Значит, у тебя пятка на большой огонь быстренько сделалась. Конечно, там все черненькое. А так выделился собственный сок, и они потушились. Реально не пожарились, а потушились. Одна мне подружка, ну, ты ее знаешь, она мне часто пишет. Она говорит, у меня муж любит котлетки, только сухенькие и жарененькие. Ну, да. Так многие мужчины любят. Вот. Чем распаренные, такие, свареные. Так мужу уже 60 плюс. Это во-первых. Ему огромный живот. В-третьих, у него куча уже болезней. И он настолько упертый, что она не может другие котлеты ему никакие делать. Я говорю, что нельзя прямо вот, прямо потушить и крышкой накрыть. Она говорит, нет, нельзя. Он вкусит мозг, он хочет только эти зажаристые котлеты, чтобы они были коричневые, чтобы они не бледные были, а прямо коричневые. Ну, пусть ест свои жены и котлеты, а себе пусть делает на пару, если он такой прямый. Так я говорю, а ты, может, тоже себе будешь хотя бы делать просто такие котлеты. Ну, да. Она просто мне жалуется, что она похудеть не может. Ей приходится такие котлеты есть. Я говорю, ну, а ты себе отдельные делай. Ну, две штучки сделай себе на пару, да? Вот ты эту СМИ сделала котлет. И последнюю партию, по-моему, сковородку быстренько. Да, вывезь все это масло. Последние шесть котлет сделай для себя. И откладывай на работу и все. Мне кажется, это нет проблем. Ну, да. Многие говорят, я отдельно, мне некогда готовить. Так ты последнюю партию возьми без этого масла для меня, мама, пожарь. Ага. Под кашечкой ли еще? Да, под кашечкой, под кашечкой, с двух сторон и все. И получается уже хотя бы они хоть какие-то паренные, а не жаденные. Калорийность в два раза уменьшится. Ну, по крайней мере, без вот этого масла. И многие вот это не учетывают. Масло, сухофрукты, семечки, орешки. И просто эти, кто помогает подсчитывать тебя, может, тренер, может, диетолог. Еще говорят, вы что-то, значит, не записывайте. Даже булочка говорит. Вот, например, они ведут дневник, а неделя проходит, никакого похудения нет. Значит, вы что-то в дневник не записываете. Ну, да. Что вы подъедаете, или не считаете, не взвешиваете, или что-то не считаете. И уже у вас получается, вы опять где-то переели. Это опять что? Непринятие, отрицание, зачем-то скрывает человек. Только зачем? Все взрослые люди, зачем ты этому диетологу скрываешь, сколько ты ел? Для чего? Он тебе хочет помочь, а ты зачем-то скрываешь. Вот это мне вообще непонятно. Мне лучше, кажется, прийти. Я про все вот эти вот, что зажоры были, мясные. Я все прихожу, Юля рассказывала. Может, ей надоело уже слушать, конечно. Но она говорит, это нормальный зажор. Продолжаем дальше. Не срывается. Люди боятся признаться в чем-то, видимо. Я так думаю. Поэтому отрицают. И это они, если диетологом худеют, не показывают все. И знаете как, в своей голове мы все секретики знаем, а для диетолога у нас отдельное дневник похудение. Наверное. Я так думаю. Это опять как про размеры с одеждой, девочки. Это все одна история. Отрицание того, что... Отрицание действительности. Слышка, что-то там вводит. Да время смотрю за Яной надо взлететь. Девочки, мы побежим сейчас дальше по делам. Потом пойдем в спортзал. И будем все в спортзал. Все снимать будем. Одна минута. Девочка. Одна минута. Девочка. Одна минута. Одна минута. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...